И всем привет, ребят! С Вестер Вайксю записываю новый ролик. Сегодняшний видеоролик посвящен разговору и тематике. И сегодня мы вместе с вами вновь обсудим легендарную новую валюту Рубины. Поговорим о том, что рассказал Орех в предыдущем видеоблоге. Я вот буквально только что послушал все вот эти вот замечательные мысли и информацию. Ну и готов поделиться своей точкой зрения и обсудить вместе с вами, что же там такое. Если вы ждали этот видеоролик, то обязательно не забывайте поддерживать данный видос. Лайк, обязательно подписываться на этот канал. Ну и конечно же, не забывайте участвовать в розыгрыше на 3 млнерксталов на 20 тысяч танкоинов. Для этого у нас только рывок аккаунтики, все эти мы личные, так, так, темпе. Дальше оформляйте покупку в магазине, ну и заплатите форму, которая есть в описании. Что же касаемо Рубинов, то, по сути, Орех дал ответы на все те вопросы, которые, ну, в той или иной степени были у игроков после обновления и выхода информации с Рубинами. И, исходя из того, что я услышал, исходя из того, что я увидел, Орех, в принципе, не хочет раскрывать систему скама, но сказал какие-то определенные вещи, которые уже будут менять текущую ситуацию. Во-первых, танкофонда больше не будет, да, танкофонд на этом заканчивается, и та идея, которая была у меня лично в голове с тем, что теперь будут танкоины и танкофонд будет покупаться исключительно за реальные деньги, она отпала. По крайней мере, так, сказал Орех в видеоблоге и сказал, что будет теперь рубинофонд, а танкофондов больше не будет. Но непонятно еще, за что будет покупаться этот рубинофонд, а то вдруг он, может быть, будет собирать рубины, а покупаться будет за танкоины. Такую ситуацию я тоже оставляю реальной. Также у нас ежедневные танкоины сменятся на ежедневные рубины, то есть теперь возможность получения танкоинов также будет ограничена в спецпредложениях, которые есть. Вот, например, ежедневные танкоины, будут ежедневные рубины. Ну и из интересного, что у нас там еще? Мега голд будет включать в себя 10 рубинов, но я считаю, что это супер мало, если честно. Это явно не какая-то там супер большая цифра, за которую будет бороться. Ну и 10 рубинов, ну, наверное, объективно это мало. Да, то есть где-нибудь около 50-100, ну я думаю, что привлекало бы намного большее количество игроков. И в этом плане был бы какой-то дополнительный интерес. А так, чтобы тебе получается зафармить 1000 рубинов, ну вот представим, 1000 рубинов, 1000 танкоинов, да, тебе надо поймать 100 мега голдов. За какой период времени ты сможешь поймать 100 мега голдов? Ну, мне кажется, это очень долго. Даже если ты будешь играть и голдоловить жестко, да, шанс выпадения мега голда, ну на ивенте, например, да. Ну, еще его может орех, конечно, подкорректировать, то есть он может его еще уменьшить. Ну, вот, например, катка там в среднем 2 голда, да. 2 голда, ну за день сколько ты таких можешь взять? Ну 10, 15, ну 20 от сил. Да, то есть, ну, грубо говоря, это если ты там прям будешь целый день игроманить, как, например, на ивенте каком-нибудь с 1 апреля. Но это тоже такое, поэтому я думаю, что этот номинал тоже будет меняться. В целом, большого количества конкретики, связанной с рубинами, нету. Есть информация о том, что все ваши танкойны, которые есть на сегодняшний момент времени, они все останутся в танкойнах, и они не будут меняться. Спецпаки и спецпредложения будут появляться за рубины, да. И также появилась информация о том, что стоимость пропусков за рубины тоже может вырасти, да. Ну, исходя из того, что он сказал, то есть вероятность, не просто есть вероятность, а цена будет увеличена. Да, то есть может быть не сразу, но может там через какой-то период времени эта цена точно возрастет. Больше, ну, я лично такой прям конкретно интересной информации не услышал. Единственное, то, что с танкофондом будут какие-то изменения, и то, что та идея и мысль, которая была у меня в голове, чтобы убрать абуз аккаунтов, Орех сказал, что такого типа не будет, да. То есть будет рубина фонд, но с другой стороны, непонятно, за что его еще покупать можно будет. Да, то есть если можно будет покупать танкофонд, вернее рубина фонд только за танкоин, то в целом вся моя мысль и вся моя идея сохранится, да, и без разницы, как он будет называться, если изначально его будет, можно только приобрести за танкоины. Ну и в принципе таких ивентов, которые будут приобретаться в будущем исключительно за танкоины, я думаю, что на дистанции станет хорошее количество, да, ведь так оно и работает. Так оно и работает, именно в моем понимании в этом есть определенный смысл. Пишите, что вы думаете по поводу всех этих рубинов, какие у вас мысли, если смотрели видеоблог и вообще следите за новой валютой. Возможно, у вас есть какие-то еще дополнительные вопросы, если есть вопросы, тоже пишите в комментариях. Есть у нас эксперты, профессионалы, которые знают все, они 100% вам помогут и ответят на все возможные вопросы. Поддержите видос лайком, подписывайтесь на канал, если вы еще вдруг не подписаны. У меня, друзья, на этом все. Всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока.